Приветствую вас, уважаемые друзья, на нашем канале New Technology. С вами Юля. И сегодня будем говорить об официальной презентации нового флагманского смартфона Poco F2, которая состоялась под лозунгом «Фокус на инновациях, которые важны». Этим лозунгом компания показывает, что бренд Poco полностью прокачали, и теперь он позиционируется как король производительности по доступной цене. Так как главный акцент поставлен на трех основных вещах, очень важных для любого пользователя – это производительность, дизайн и камера. Но есть и ложка дегтя в бочке меда, так как представленный ранее еще этой зимой Poco X2 уже был похож на представленный еще раньше Redmi K34G, то и здесь новую модель Poco F2 Pro постигла та же участь. Уж очень сильно он напоминает представленный ранее Redmi K30 Pro. То есть последние две якобы новинки – это практически аналоги других моделей от Xiaomi, вместо полностью разработанных с нуля смартфонов, как это было с F1. И все-таки, уважаемые друзья, может быть есть какие-то отличия между устройствами. Вот об этом и будем сегодня говорить. Итак, начнем с первой основной вещи – это производительность смартфона, где чипсетом стал ожидаемо Snapdragon 865, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу и имеющий максимальную тактовую частоту ядер Krio 585 до 2,84 ГГц и графический процессор Adreno 650 с максимальной тактовой частотой до 587 МГц. Также стоит отметить отдельный движок пятого поколения, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Понятно, что компания максимально использовала потенциал чипсета и ее новый Poco F2 Pro будет иметь поддержку 5G-сетей, будет и Wi-Fi 6, и двухдиапазонный GPS. Также в смартфоне имеется поддержка оперативной памяти LPDDR5 со скоростью 44 Гбит в секунду в размере 6 или 8 Гбит. И накопитель формата UFS 3.1 со скоростью 777 Мбит в секунду в размере 128 или 256 Гбит. С производительностью у новинки все отлично, поэтому компания провела демонстрацию сравнения нового Snapdragon 865 в своей новинке с чипсетом Exynos 990 Samsung S20 Plus и, понятно, не в пользу последнего. После этого провели сравнение с OnePlus 8 Pro, где последний проигрывает новинки в баллах в бенчмарке Antutu. Разница, правда, небольшая, но все-таки есть. И в завершении Poco сравнили свою новинку OnePlus и Samsung в реальных игровых тестах. Не сложно догадаться, кто оказался проворнее. Кстати, для тех, кто не знаком с понятием Jengs в третьей графе, это метрика, которая оценивает задержку кадра. Чем ниже этот показатель, тем плавнее картинка. И такой показатель может быть абсолютно правдивым, так как у новинки 180 Гц обработка касаний. Не путать с частотой обновления экрана. А также достаточно хороший Z-вибромотор. А теперь об инновациях, которые все-таки имеют место здесь быть. В Poco F2 Pro появилась новая Liquid Cool Technology 2-й версии, которая должна будет обеспечивать стабильную производительность без тропингов и перегревов. Благодаря многослойному жидкостному охлаждению и одной из крупнейших испарительных камер в мобильной отрасли, охватывающей 28% всего корпуса, температуру процессора можно снизить на 14 градусов по Цельсию. Если вспомнить, что во многих смартфонах Xiaomi используется медная тепловая трубка, то тут компания действительно представила нечто новое. Благодаря своим размерам испарительная камера позволяет рассеивать тепло намного эффективнее. Компания показала три разнообразных смартфона. S20+, OnePlus 8 Pro и Poco F2 Pro. У всех трех смартфонов есть паровые камеры, но у Poco она по центру самая большая. Теперь уважаемые друзья, что касается передней панели аппарата, то здесь заявлен 6,67 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек и плотностью пикселей на уровне 394 на дюйм. Имеет соотношение сторон 29 и соотношение экрана к передней панели аппарата 92,7%. Сам экран поддерживает частоту обновления 60 Гц и частоту дискредитации 180 Гц. Я уже об этом говорила выше. Максимальная яркость экрана составит 1200 нит, а контрастность 5 миллионов к одному. Цветовой охват NTSC составит 98%. Помимо этого заявлена технология HDR10+. Имеется сертификат немецкой компании, который гарантирует защиту глаз пользователей от синего света. И технология DC-дейминг, которая уменьшает мерцание экрана. Отмечу еще и наличие сертификата, позволяющего работать Netflix и другим стриминговым сервисом. Из необычных фишек. Это 360-градусный датчик освещения. Это не совсем инновация, так как многие производители ставят датчики освещения с двух сторон смартфона, чтобы лучше настраивать яркость экрана. Но в Poco их целых три. От царапин и повреждений экран защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5-го поколения. Также в экран встроен датчик отпечатков пальцев. Теперь, уважаемые друзья, поговорим еще об одной фишке этого аппарата. Это его основная камера, которая состоит из четырех объективов, один из которых это 64-мегапиксельный шестиэлементный датчик Sony IMX686 с размером сенсора 1 к 1,7 дюйма, диафрагмой f1,89, размером пикселя 0,8 микрон со способностью увеличиваться в размерах до 1,6 микрон и углом обзора 79,8 градуса. Второй широкоугольный модуль на 13 мегапикселей с апертурой f2,4, размером пикселя 1,12 микрон и углом обзора 123 градуса. Третий объектив для макросъемки на 5 мегапикселей с размером пикселя 1,12 микрон, диафрагмой f2,2 и расстоянием до объекта съемки от 3 до 10 сантиметров. Здесь надо отметить автофокус и двукратный зум, то есть поднеся близко смартфон к объекту съемки, еще и можно увеличить расстояние в два раза. И наконец четвертый датчик измерения глубины на 2 мегапикселя с апертурой f2,4, размером пикселя 1,75 микрон, светочувствительной зоной 1,5 дюйма и углом обзора 83 градуса. В настройках можно увидеть Pro режим, ночной режим второй версии, портрет, панорама, HDR, функции искусственного интеллекта в режиме красоты лица, широкоугольная коррекция искажения края, настройка размытия фона, эффекты студийного освещения и другие настройки камеры. Появилась запись видео в 8К разрешении, 24 и 30 кадров в секунду, никуда не делась способность снимать видеоролики слоу-мошен с частотой 960 кадров в секунду, стабилизация реализована на программном уровне с применением искусственного интеллекта, есть несколько шаблонов в режиме кино. Что касается фронтальной камеры, то она всплывает из верхнего торца и использует один модуль на 20 мегапикселей с размером пикселей 0,8 микрон и диафрагмой f2. С светочувствительной областью 1 к 3,4 дюйма и углом обзора 78 градусов. Также доступны функции искусственного интеллекта для улучшения портретов, режим красоты лица, панорама, HDR, эффекты освещения, экранная вспышка и слоу-мошен видеоселфи в разрешении HD 120 кадров в секунду. Есть функция распознавания лица пользователя для разблокировки смартфона. Сам аппарат работает на Android 10 с оболочкой Poco Launcher 2 версии. В оболочке есть небольшие твики, отвечающие ее от MIUI. Например, строка поиска приложений переехала вниз, где до нее удобнее дотянуться. Также оболочка сама умеет собирать приложения в небольшие каталоги и естественно будет темный режим. Также Poco Launcher доступен для загрузки в Google Маркете, так что можно скачать и оценить его возможности. Что касается дизайна, уважаемые друзья, то здесь предлагается полностью изогнутый стеклянный корпус марки Gorilla Glass 5 поколения с округлой тыльной поверхностью и глянцевой или матовой спинкой. Сам корпус укреплен металлической рамкой. Здесь же на тыльной стороне находятся четыре модуля основной камеры, вписанные в текстурированную окружность, под которую вынесли светодиодную вспышку. На правой грани корпуса все также находится качелька регулировки громкости и кнопка питания. На верхнем торце, помимо селфи-камеры, поместились еще и микрофон для шумоподавления, инфракрасный порт и 3,5-мм аудиоразъем. На нижнем порт USB Type-C, динамик, микрофон и лоток для двух сим-карт без возможности расширения картами памяти microSD. Работает смартфон от батареи емкостью 4700 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт. В комплекте идет 33-ваттное зарядное устройство. Из особенностей смартфона можно выделить увеличенный динамик с усилителем SmartPi, Hi-Res Audio и усиленный чип NFC с поддержкой Google Pay. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VOLTE, 5G. Беспроводные интерфейсы это Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Direct 2x2 MIMO, Miracast и Bluetooth версии 5.1. Есть поддержка технологии от Qualcomm Stereo Plus. За навигацию отвечают 2 диапазоны GPS Galileo GLONASS Beidou. Само устройство имеет размеры 163,3х75,4х8,9 мм с массой 219 граммов. В комплект поставки войдут сам мобильный телефон, чехол, адаптер питания, USB кабель, скрепка для извлечения лотка и техдокументация. Poco F2 Pro будет доступен в 4 цветах корпуса. Это нежно-фиолетовый, голубой, белый и серебристый. Но и самое главное, уважаемые друзья, покупателю предлагаются 2 издания 6,28 и 8 и 256 гигабайт. Их цена составила 499 и 599 евро соответственно. Poco F2 Pro уже доступен на платформах Алиэкспресс, Гербест и в официальном магазине Xiaomi. Ну что, уважаемые друзья, подведем итог. Понятно, что новый Poco F2 Pro и внутренний, и внешний очень похож на представленный ранее Redmi K30 Pro. Чего не отнять у китайцев, так это умение подавать одно и то же блюдо, изменив только название и добавив пару листиков салата. Но это не меняет вкус самого блюда и его ингредиенты, которые, к слову, довольно неплохие за такую стоимость. Это и отличные камеры, хороший экран Snapdragon 865, высокоскоростная оперативная память и такая же флеш-память, новый Android 10, батарея хорошей емкостью, красивый дизайн и модуль NFC. В общем, есть возможность присмотреться. Все ссылки на продажу этого аппарата будут стоять в описании под видео. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами. Всем отличного настроения, не уходите с нашего канала, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов. Обязательно комментируйте, ставьте лайки и тех, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь, не забывая нажимать на колокольчик, чтобы одним из первых получать свежие видео с нашего канала. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok